Если вы обратитесь к специалисту по черной магии, он просто попросит у вас фотографию. Кто-нибудь сможет негативно воздействовать на человека через его изображение. Скачайте изображение какого-нибудь серийного убийцы, и вы увидите, что происходит. Люди присылают им фотографии своих родителей, новорожденных, бабушек, дедушек, чтобы получить благословление, или для других целей. И хотя через изображение можно воздействовать на человека положительно, вам стоит знать, что можно делать и негативные вещи. В Индии, если вы обратитесь к специалисту по черной магии, он просто попросит у вас фотографию. Потому что изображение – это определенная геометрия. Если понимать геометрию изображения человека, то можно выстроить такую геометрию, которая навредит ему. Можно выстроить геометрию, которая воздействует на него позитивно, или такую геометрию, которая каким-то образом отравит ему жизнь. По этой причине, в любых культурах, где присутствует черная магия, люди не хотят, чтобы их фотографировали. Люди, которые выполняют определенную садану, даже в Индии, многие садху и саньи не хотят, чтобы их фотографировали. Но в наши дни этого не избежать, потому что даже не зная об этом, они могут оказаться на чем-то селфи. Люди спрашивают меня, «Садхуру, вы не против селфи? Никаких селфи?» Поскольку эти глупые тенденции приходят и уходят, а жизнь продолжается. Все дело в том, что никто не хочет вас фотографировать. Поэтому вы делаете селфи, чтобы ими поделиться. Но чтобы я делал селфи, где-то их выкладывал, это не согласуется с моей эстетикой. Люди делают снимки и хотят ими поделиться, потому что они для них что-то значат. Хорошо. Потому что изображение обладает собственной геометрией. Мы могли бы вам показать, если бы у нас было здесь какое-нибудь изображение. Но вы можете сами попробовать дома. Например, возьмите мою фотографию. Лучше всего будет настоящая фотография, а не перепечатанная копия. Подойдет даже фотография на обложке книги. Просто поднесите свою Рудракшу и посмотрите, как она себя поведет. Скачайте изображение какого-нибудь серийного убийцы. Я уверен, что контактируете с ними в интернете. Проверьте его с помощью Рудракши, и вы увидите, что происходит. Она будет вести себя совершенно по-разному. А если взять фотографию в сложенном виде... Не мою обычную фотографию, а такой кадр, на котором в момент съемки я пребываю в определенном состоянии. Сложите несколько изображений так, чтобы вам не было видно, что на них. Как вы их называете? Картинки с плацеба? Пустой лист, кузнечик в полете, дерево, все что угодно. Если вы практиковали медитацию в течение определенного времени, смешайте их так, чтобы вам не было видно, что на них изображено. Прикоснитесь к каждому из них. И, вероятно, многие из вас, кто был инициирован мной, сразу поймут, что это за картинка. Если вы не пребываете в состоянии смущения или растерянности, то просто прикоснувшись к ним, вы поймете, что на них изображено. Потому что простая двумерная или плоская поверхность изображения обладает уникальной геометрией. Она проявляет ее. Те, кто знает, как читать эту геометрию, могут выстраивать геометрию, которая воздействует на вас положительно, или такую, которая создаст вам проблемы. Везде, где бытовало это искусство, люди говорили, я не хочу, чтобы моя фотография оказалась где-либо, потому что я не хочу становиться уязвимым для других. Мой недруг хочет сфотографировать меня, а я не хочу, чтобы у него была моя фотография, потому что неизвестно, как он будет ее использовать. Вот почему люди не разрешали фотографировать себя.